наш первый кадр мы уже недалеко от львова осталось около 50 километров немножко опаздываем там как раз середина регистрации нам еще по львову нужно покататься попасть в рыболовном магазине много докупиться ну и там останется еще 60 километров до озера пока будем ехать все выиграют наши признаны на метание кормушки на точность на задержали наши белорусские таможенники 3 часа на границе выкладывались раскладывали все удилища в ряд зато украинские таможенники отнеслись к нам с полным пониманием украинскую границу мы прошли буквально за несколько минут у нас сейчас до закорма время 6 утра как раз промаркирится часик нужно маркирится вот мы начинаем наше знакомство с озером премьера сначала у нас прошло 4 часа поклевок не было у нас и у соседей шестой час соревнований прошел молчится зона прошло у нас 9 часов ловли пока все еще по нулям немножко отдохнули поспали мы продолжаем точку по чуть-чуть каждый час ждем рыбку пока что все молчит в зоне 2 карасика ёршик в той зоне чуть-чуть получше там буквально двух человек погода меняется шли тучки ветер за также спит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И спрятался в машину Артём укрылся в палатке Двери в машине не закрывал Чтобы услышать Фрикцион Ну и тут всё конкретно подмокло Немножко ночью тоже поменялся Ветер начало задувать с озера Ну как бы не страшно Вот наша лаборатория Но против такого бесклевения Ничего не помогает Остаётся час до конца соревнований И у нас наконец-то нормальная поклёвка Будем надеяться, что мы её всё-таки реализуем Очень тонкий крючок Тонкий поводок Тонкий поводок Слушай Пасадки Вот Может Средине заходить в воду Пока уже не Назвали Назвру Не пугай людей Не пугай людей Потому что все Белорусы Тянут карту Вертрекционную Слань Медrin Партируешь На такой концепции Да, спокойно Удочку не передавать, ни при каких условиях, сам. Мы ничего не говорим. Вот ради таких красавцев все должны сюда приехать и посмотреть на эту замечательную рыбу, познакомиться с людьми и перебороть все свои страхи от такой рыбы. Карасик нас вывел за 10-килограммовый рубеж. 740 грамм он завесил. Я тебе не скажешь по нему. Кажется 350-ка. Такой вот тяжелый, мясистый карасик. Было еще пару поклевок, то ли вот таких карасиных, то ли не карасиных. Потому что карповая поклевка та вот была тоже похожа на карасиную и такая медленная. Потом. Понсор нашего показа. Вот и закончились наши змогания на фидерном марафоне с погодой и с клевом. Последний час нас вытянул в медали. Был койман почти бигфиш. Десяточка карп. Ему предшествовал карасик на 700 грамм. Первое место в зоне. Не совсем, конечно, первое место, но тоже очень приятно. Вот и хочется подвести итог. В итоге за сутки, даже за 30 часов мы не доловились. Ну и продолжаем ловлю. На ночь не хотел отправляться, не хотел, ну не хочется отправляться в обратный путь. Далеко за почти там тысячу километров домой. Поэтому решили остаться, отоспаться за этих двое суток. И с утра уже добраться. Ну начать свой обратный путь домой. Тестовые образцы BF бойлис и вот карпуша. Я клянусь, что был пойман с помощью вот этого дипчика этой аромы. Молочные сливки. Даже такой большой машины почти мало для серьезной рыбалки. Более 30 килограмм мы брали с собой супухи. Надеялись на активный клев. Ну вот повезем назад. Надеюсь, пропустят на границе. Под вечер распогодилось, уходит вот тот двухдневный ноябрь. Хорошо половили карасика. Ладно, что ты так понятно. Всё, Леша, давай. Спасибо вам, что приехали, поддержали. Вы там хоть не ругайте на заборах. Большое спасибо за гостину. Ну так, не сильно. Не сильно. Не, они тоже. Они тоже хорошо отчет написали. Берем мяч, счастливо. Ух, ух, ух. Берта, мы не деремся. Не волнуйся. Она хочет поучаствовать. Пожать вас, а. Всё, пока. Ух, ух. Ух, ух. Ух. Ух, ух. Ох. 3 Ух – Fallout South. 4 «Вони深» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова